Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если хотите хорошее место, заплатите Но ведь эта земля ему не принадлежит А он торгует ей, как своей собственностью Как это терпит? У кого нет денег, те спорят Но ничего не выигрывают Греческий салат Бифштекс и минералка А вы? Я ничего не буду, спасибо Судя по памятникам Борцам с правоохранительными органами Все хорошие места проданы нехорошим людям А вот вы не хотели бы лежать вместе с ними? Когда я умру, мне все равно будет где лежать Вы опять? Что? Пугаете меня упадническим настроением Больше не буду А вы хорошо знали Лену? Думал, что хорошо И вы не ожидали, что она это сделает? Да, наверное, никто этого не ожидал Знаете, Лена… Лена была очень сильной женщиной Намного сильнее мужа А вам не понравилось, что Марат так плакал? А вам? Мне его жалко Сначала потерять сына, а затем жену Никого не осталось Если б я умел утешать, я бы это сделал А почему он хотел вас ударить? Я сказал ему, чтоб он вел себя как мужчина Рыдать на все кладбище Это напоминает оперу Неудачное сравнение Я не люблю оперу Можно иначе сказать, это жестоко 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 Видеть, как умирает твой сын И ничего не сделать, чтобы его спасти А вы знаете, кем работает Марат? И сколько он получает? Да мне все равно Если мало платят, значит невысоко оценивают И в прошлом веке живем Всегда можно найти другую работу Он лучший в своем деле Вы понимаете? Кто так считает? Многие Половина проблем в нашей стране От того, что люди говорят от имени каких-то масс Поэтому вы не поехали на поминки Поминки Да, я не люблю сборище И водку От нее, кстати, вторая половина проблем Ну, а если Празднуют свадьбу или победу любимые команды Тоже не нравится? Толпа лишает человека индивидуальности В массе не видно лица Так только Общее настроение Да А почему вы не поехали на поминки? Коляска И как Увести И как Сложить Хлопотно Можно спросить А что с вами случилось? Последствия травмы Неудачная операция Затем удачная Вот Надеюсь на чудо Вернется чувствительностью А Как вы считаете, что хуже Потерять прежние навыки? Или Никогда не владеть ими? Ну, вот Нога Не знает Как Как бегать Прыгать Не чувствует, что промок Терять Наверное Тяжелее Знаешь, чего лишился? А вы ушли из кладбища последним Вы следили за мной? Не специально Колесо застряло Надо было заплатить могильщикам Марат про это забыл Угу Могу я признаться вам? Смотря в чем Марат должен был избить меня, а не вас Вас-то за что? Это я виноват в смерти, Лена Вы Достали я это снотворное? Уже А можешь мне тоже салат попросить? Любой Могу Вы человек Посторонний Я думал легче признаться вам, чем признаться ее мужу Признаться в чем? У нас была связь Я понимаю, это звучит дихо, учитывая мое положение Но Но Вы Встречались с Леной? Эти свидания Не были в романтическом стиле Это был честный и взаимовыгодный договор Лене нужны были деньги для сына Я мог их дать В обмен на услуги И за что это платили? Можно я не буду говорить за что именно? Я не могу Почему вы считаете себя виновным в ее самоубийстве? Я мог отдать все деньги сразу, не выдвигая условий. А мне нравились ее визиты. Нравилось чувствовать власть над красивой женщиной. А вам нужна была власть? Ну, каждому хочется кем-то или чем-то повелевать, вы знаете, даже официанту. Желающих подчиняться еще больше. Где вы познакомились? В больнице. В больнице, да. Медсестра рассказала, что ее сыну нужна операция за границей. А я как раз получил страховку. То был шанс. Понимаете? Я не верю, что она согласилась. Не сразу. Она даже ударила меня сначала. Я тоже хотел. В первую секунду. Если честно. Ну, так бейте. Я заслужил. Не уверен, что остальные поймут меня правильно. Здесь нет никого. Даже официант ушел. Давайте. Бейте. Вы уже наказаны. Вы имеете в виду ноги? Нет. А что? Не важно. Так почему все-таки она согласилась? А пока состояние Артема было со стабильным, мы больше и не разговаривали. Не общались при встрече. Хотя виделись часто у нас один и тот же врач. Сидели вот так, друг напротив друга в коридоре. И даже старались не смотреть друг на друга. Ну, а потом состояние Артема ухудшилось. Обострилось. И она спросила, как меня зовут. И в тот же день все случилось. Вот так. И если б не я, Артем был бы жив. И Ген тоже. А если вы платили Елене, зачем она обратилась в мой фонд? Какой фонд? Благотворительный. Мы помогаем детям с онкологией. Я лично выделил ей деньги на операцию. Подписал все бумаги сразу, как только увидел ее фамилию в списке. Когда? Месяц назад. Мы начали встречаться раньше. А разве у сына Лены была ее фамилия? Нет, но я знал фамилию ее мужа. Мы учились все вместе. С первого по последний курс. И? У нас тоже была связь. Не такая, как у вас. Бескорыстная. Вы расстались. Да. Студенческая любовь самая сильная и самая переоцененная. Вы путаете со Школьной. Какая разница? И там, и там руководят гормоны. Я все-таки не понимаю, зачем ей понадобились ваши деньги? Она могла сразу прийти ко мне, зачем ей так унижаться? Ну, может, она стеснялась спросить у вас? Ну, все-таки попросила. Вы точно ей платили или чего-то недоговариваете? Платил. Почему же у нее не осталось денег? Вы мне скажите, почему ваш фонд их не перевел? Кто вам сказал? Деньги перевели. На следующий день, когда было уже поздно. Произошла ошибка. В счетах. Деньги ушли на другой счет, вернулись, мы исправили. Послали повторно. К сожалению, банковские операции осуществляются медленно. Ускорить этот процесс, наша бухгалтерия, не в силах. А вы? Что? Я. Выглядите сильным, уверенным. Могли обналичить сумму и лично привезти. Три часа на самолете, три часа в дороге. Максимум полдня могли лично передать сумму из рук в руки. Деньги должны были прийти вовремя. Операция была назначена на пятницу. Ее перенесли на среду. Да, потому что ему стало плохо. Но мы-то этого не знали. А вы... Откуда вы все знаете? Я не все знаю. Знаю то, что все знают. У Лены был больной ребенок. Она обратилась в ваш фонд. Вы дали деньги, но перевели поздно. Сын умер, мать покончила с собой. Прекрасно. Даже в телеграфном пересказе меня пугает эта история. Как вы смирились с этим? Вы считаете, что я должен раскаиваться? Что не расшибся ради чужого ребенка? А если бы это был ваш ребенок? Он не был моим. Артем был сыном Марата. Такой же плаксивый и нервный. Если природа не хочет давать таким людям жизнь, что я могу сделать? Изобрести лекарство от рака? Посмотрите статистику, посмотрите, сколько мы помогли. Это не первый случай, когда ребенок умирает от неизлечимой болезни. Мы не всесилены. Статистику я видел. И знаете, что я видел еще? Почти идеальную бухгалтерию. За все время существования благотворительного фонда ошибочный перевод был осуществлен всего два раза. И оба двенадцатого числа. Второму мальчику повезло. Ему не нужна была срочная операция. Я видел исходные документы. В реквизитах ошибок не было. Вы хотите найти виновных? Предъявите претензии медикам. Почему они отказали ребенку, за которого уже был внесен аванс? Две ошибки за восемь лет. Две. Всего лишь две. Почему именно Артем? Вас интересует смерть только этого ребенка? Или всех смертельно больных детей? А вас? Почему вы занимаетесь благотворительностью? Налоговые льготы. Но есть люди, которые замаливают этим грехи. Есть те, которые делают на этом имя. Имя. Имя, имя. Но даже они честнее тех, которые говорят о милосердии, о счастье при виде спасенных детей. А вы ничего не чувствуете? Вы ведь прилепились ко мне не для того, чтобы узнать о моих чувствах. Расскажите, что случилось с Леной? Вы были последним, кого она видела перед смертью. Мы увиделись в моем офисе. Она умерла дома. Хотите сказать, что я ее отравил? Нет, я знаю, она сделала это сама. Почему? У нее сын умер. Вам этого мало? Лена узнала о болезни Артема год назад. За это время можно привыкнуть и представить все варианты, кроме одного, самого страшного, что надежду отнимет человек, некогда любимый человек. Я ничего не отнимал, поймите. Деньги ушли не туда. Платежки отправляли лично вы. Ну а что? Я что, не мог ошибиться? Вы видели, сколько цифр в счете? Второй ребенок, кстати, тоже получил деньги не сразу. Я понимаю. Если бы была одна ошибка, вопросов было бы больше, да? Я вас обманул. У нас не было связи. И я не инвалид. Но и вы меня обманули. Когда я взял вину на себя, вам не хотелось меня ударить. У вас не сжались кулаки. Не замкнулись губы. Вам стало легче. Чего вы хотели добиться, исправив счет? Я перепутал цифры. И все. Такое случается. Знаете, мне трудно поверить. Что вы хотели наказать Лену, некогда любимую вами Лену, за то, что она вас оставила? Когда Лена пришла в мой офис, она даже не знала, что я его возглавляю. Ей не интересовало, кем я стал, чего добился. Она не пришла в мой кабинет сразу. В первый день она только заполнила документы внизу. Потом сказала, решила, что глава фонда – мой однофамилец. Могла бы проверить, но не стала. Зачем ей интересоваться человеком, который когда-то ее любил. Ей просто нужны были деньги. Я хотел заставить ее понервничать. Всего один день. Я не знал, что все может так повернуться. Вы сказали ей об этом, когда она пришла к вам? Нет. Она была у меня в офисе. Но мы не виделись. Я сказал, секретарша, как будто бы у меня нет. Лена осталась ждать. Я сидел в своем кабинете. Она возле моей двери. Так мы просидели почти час. Наверное, она слышала, что я там, внутри, поняла это, поняла. Все. Почему вы не сказали? Да что я мог ей сказать? Да что я мог ей сказать? Почему вы не сказали? То, что вы говорите всем, по поводу этого случая. Ей я бы не смог соврать. У меня бы не получилось. Принесите счет. Что вы от меня хотите? Чтоб я покончил с собой? Нет. Я хочу, чтобы вы жили и оплатили другие счета. Я больше не занимаюсь благотворительностью. Значит, вам придется заниматься. Или вы расскажете остальное. Ну, а вы думаете, люди не догадываются, не знают об этом? Марат хотел вас ударить не за слова. Да? Вы знаете что? Вы обманите всех еще раз. Докажите, что люди ошибались на ваш счет. Ну, почему нет? Ну, почему нет? Продолжение следует... Продолжение следует...